Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфея Хайдарова. Доброе утро. В начале выпуска срочная новость. На Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. На его борту находились 110 пассажиров, в том числе 6 членов экипажа. По предварительным данным выжили только 3 человека. Об их состоянии пока не сообщается. Известно, что рейс вылетел из столицы Гаваны и направляется в другой кубинский город Альгин. Воздушное судно упало через несколько минут после взлета. Как пишут местные, СМИ экипаж пытался развернуть самолет, но при выполнении маневра задел линии электропередач. В связи с авиактострофой под Гаваной на Кубе объявили национальный траур. Сегодня будут приспущены государственные флаги на зданиях органов власти и военных объектах. По меньшей мере 10 человек стали жертвами стрельбы. В школе американского города Санта-Фе еще 10 получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. Как сообщают СМИ, перед инцидентом в здании сработала пожарная сигнализация. Ученики вышли из классов, после чего и началась стрельба. По словам полиции, задержаны два человека. Оба они, по предварительным данным, учащиеся этого учебного заведения. Ведется расследование. Отмечу, это уже не первый инцидент со стрельбой в американских школах. В этом году самый крупный из них произошел 14 февраля в городе Паркленд. Тогда исключенные из школы за нарушение дисциплины Николас Круз из огнестрельного оружия убил 17 человек. Еще почти столько же пострадали. Никто не думал, что это настоящая стрельба. Мы думали, это учение. Но потом стало ясно. Учителя закричали нам бежать. Я и мой друг побежали в лес и спрятались там. Сегодня в столице Казахстана пройдет заключительное заседание в рамках главного делового события года Астанинского экономического форума. По информации организаторов, финальное мероприятие получило название «Стратегическая сессия». Ее участники обсудят адаптацию проектов, озвученных на саммите глобальных вызовов в казахстанскую экономику. Ожидается, что ведущие, мировые и отечественные эксперты в ходе переговоров выстроят дальнейший план реализации реформ в нашей стране. Заседание пройдет за закрытыми дверями без участия представителей средств массовой информации. Мы нацелены на то, что несколько десятков хорошо проработанных идей, актуальных для Казахстана, пригодных для Казахстана, воплотимых в Казахстане, будет предложено по шести направлениям. У нас сильный состав экспертов, у нас интересная методология, у нас высокий темп работы, и мы ожидаем интересных результатов. В ближайшие 15 лет во всем мире произойдет глобальная урбанизация. К 2050 году жителей городов станет вдвое больше, около шести с половиной миллиардов человек. На сегодняшний день во всем мире есть более 500 мегаполисов, население в которых превышает один миллион жителей. А уже через 10 лет их число вырастет до 600. На 50% увеличится население и в столице Казахстана, Астане. Урбанизацию активно обсуждали участники Астанинского экономического форума. Эксперты считают, что больше всего этому процессу способствует создание в городах комфортных условий. Мировой тренд Smart City в нашей стране намерены развивать в пяти крупнейших городах. Помимо Астаны и Алваты в этот список вошли Актобе, Караганда и Шымкент. В рамках умного города в столице уже реализуются проекты по видеонаблюдению, разработке мобильных приложений, онлайн-взаимодействию с городскими службами. Этот опыт будет применяться и в других городах. Мы говорим о городах и их населении, об Астане, который является фантастическим городом. Он невероятно быстро развивается, уровень урбанизации растет. Через 30 лет население столицы Казахстана вырастет в два раза. В 2050 году это будет усовершенствованный город, учитывая проводимую здесь работу для комфорта жителей. В первую очередь все города должны ориентироваться на жителей, на их удобство. От рождения и до 100 лет. В Астане это очень развито. Достижения науки не имеют границ. Выгодно ли это цивилизованному миру? Этот вопрос обсуждали накануне на Астанинском экономическом форуме. В дискуссии на тему загрузка сознания и искусственный интеллект участвовали ученые с мировым именем. По мнению экспертов, в недалеком будущем от 40 до 50 процентов работы будут выполнять машины. Это подвигнет к формированию новых видов услуг, которые будут основываться исключительно на цифровых технологиях и использовании интернета. Технологии уже трансформировали рынок труда. Большое количество работы выполняются роботами. Но с другой стороны появляются новые профессии в самых разных областях. Нужны люди, которые будут чинить эти машины, а также управлять ими. Возможно, мы идем к тому, что вся цивилизация загрузит себя в интернет, и мы станем полностью цифровизированными. Однако есть несколько моментов, которые могут стать препятствием на пути к этой цели. У глобального развития цифровой индустрии могут быть и непредсказуемые, в том числе негативные последствия. Например, с развитием новых технологий мир может остаться без хорошего кино. Гости Астанинского экономического форума обсуждали в том числе вопросы развития кинематографа в современных условиях. Сегодня технологический процесс намного определил гуманитарный. В какой-то степени это негативно сказывается на развитии киноиндустрии. К примеру, спецэффектов становится больше, а настоящих фильмов меньше. Технологический процесс должен обслушивать гуманитарные достижения. Он не должен становиться основой на том, на чем бы спекулировал художник. За меня, типа, все компьютер сделает. Мне кажется, это обоюдоострое такое лезвие, об которое очень многие современные художники порезались. Мне кажется, что это не есть хорошо, потому что зрители путаются и не могут определить, где настоящее произведение искусства, а где как бы просто достижение каких-либо технологий. Непрерывное обучение о будущем успешных людей в современном мире сегодня ценятся не просто обладатели дипломов о высшем образовании, а сертифицированные профессиональные кадры. В условиях технического прогресса место людей постепенно заменяют роботы. О том, какие профессии будут цениться в скором будущем, говорили на Астанинском экономическом форуме. Участники дискуссии предлагали новые формы обучения, востребованные во всем мире. На сегодняшний день около 30 миллионов людей активно пользуются обучением на онлайн-платформах. Эта система обладает рядом преимуществом. Она дешевле, эффективнее и открывает широкие возможности для интеграции в мировое пространство. В Казахстане более 26 тысяч человек обучаются по проекту массового онлайн-образования Coursera. Если во всем мире по этой системе заканчивают обучение всего 10-20%, то в Казахстане этот показатель достигает 40-50%. В этом и есть наша особенность. В Усть-Каменогорске будущие инженеры самолетостроения и конструкторы соревновались за право быть лучшими. Юные изобретатели представили собственноручно собранные радиоуправляемые машины и авиамодели. Один из фаворитов соревнований Арман Косымбеков из семьи впервые участвовал в областном конкурсе технического творчества и изобретательства и сразу же завоевал призовое место. Талантливый пятиклассник занимается в спортивно-техническом клубе первый год и уже подает большие надежды. Да, я все самолеты делать хотел. Самый лучший у меня из комнатных. У меня их три из комнатных. И он хорошо летает 29-25 секунд. Поддерживаем это техническое творчество, потому что это основа инженерии, по идее. Это общее техническое моделирование. Оттуда у нас дети учатся. В дальнейшем уже какие-то наболи специальности серьезные инженеры. В Каргандинской области крупный агропромышленный комплекс извлекает электроэнергию из отходов, а биогазовая установка по переработке животноводческих стоков позволяет получать удобрения и воду для рыбного хозяйства. Марина Золотарева посетила зеленое производство. Главная специализация предприятия – разведение племенных свиней. Животные дают ежедневно до 300 кубометров отходов. Биогазовая установка помогает получать из них электроэнергию, которая идет на нужды комплекса. Мы делаем заправку по емкостям. Смотрим, сколько положено, сколько надо. Потом отслеживать начинаем. Начинается брожение, идет какое-то время определенное. Потом начинается выделение топлива. Смотрим тоже по указателю. Если вполне достаточно, все, заводим генератор. Генератор начинает работать на этом газу. Выделяется электроэнергия своя. При выходе на полную мощность можно получать более 3,5 тысяч мегаватт электроэнергии в год и до 10 тонн микробиологических удобрений в сутки. Местный гумус охотно приобретают сельхозпроизводители области. У нас три генератора общей мощностью 450 кВт в час. Это так называемые газгольдеры. Это емкости, в которых аккумулируется газметан, который впоследствии мы используем в виде топлива для генератора, для работы генератора. Можно его также использовать для нагрева воды в водогрейных котлах. Вода, которая выделяется при переработке отходов, очищается, обогащается кислородом и используется в рыбном хозяйстве комплекса. Здесь разводят и выращивают осетра и стерлить. В резервуарах насчитывается 6 тысяч голов ценной рыбы. Марина Золотарева, Василий Савкин, Асета Саинов, Карагандинская область, Хабар, 24. Растет поголовье осетровых пород рыб и в Актюбинском регионе. В прудовом хозяйстве ордахом из икры получают мальков стерлиди, сибирского и русского осетра. В скором времени впервые в истории региона здесь намерены производить пищевую черную икру. Елена Устимович с подробностями. Самку скамируем. У каждой самки имеется индивидуальный чип. Это ленский осетр весом более 8 килограмм. По расчетам специалистов он должен дать 900 грамм икры. На деле выходит чуть меньше, но икра высокого качества. Крупная, зернистая и самое главное – жизнеспособная. К получению икры в этом прудовом хозяйстве приступили несколько дней назад. Специально для выполнения ответственной миссии. В Каргалинский район пригласили ведущих специалистов рыбной отрасли и страны СНГ. Кандидат биологических наук из Астрахани Алтынай Сугралиева помогает второй год. Она обследовала все стадо, а это около 400 голов осетровых. Отобрано 17 зрелых самок стерлиди, сибирского и русского осетра. И столько же самцов. Планируем получить посадочный материал, порядка 200 тысяч подрощенной активно питающейся личинки, которая будет успешно размещена в мальковых прудах и дальше доращиваться до товарной навески. Само хозяйство имеет, на мой взгляд, очень большие перспективы, потому что пруды хорошего качества, хорошей глубины. То есть там все созданы условия для созревания самок. Вся нерестовая кампания проходит в этом инкубационном цехе. Это святая святых для ученых. В этом году цех расширили и установлен новый инкубационный аппарат осетр. Но создать идеальные условия для разведения осетровых невозможно без государственной поддержки. Каждая икринка буквально на вес золота. В ближайшие несколько суток за ними будут вести тотальный контроль. Отслеживать температурный режим воды и обеспечивать ее беспрерывную циркуляцию. Сейчас это новорожденные младенцы, которые подвержены любому малейшему отклонению от нормы. Это гибель привлекает. Поэтому мы сейчас будем круглосуточно, посменно делить ночи, дни и находиться постоянно возле инкубатора. В этом году в хозяйстве впервые получили икру от сибирского осетра. В ближайшее время при должном уходе из нее появятся мальки. Кроме осетровых в хозяйстве разводят и другие редкие породы рыб. Мы тоже хотим получать японского карпа КОИ. Сами будем получать с братом вдвоем. Японский карп КОИ – это разноцветный карп. Очень ценится в Японии. Мы завезли его буквально 5-6 лет назад. И вот в этом году мы хотим уже получать с него икру. На следующий год качественную икру дадут порядка 50 особей осетровых. А значит, уже можно задуматься о получении пищевой икры. Наиболее ценный и полезный продукт Мэйды на Ктубе в Октюбинском регионе начнут производить впервые в истории. Елена Устимович, Болт Молдогалиев, Октюбинская область, Хабар, 24. В Астане еще 300 семей стали новоселами. Ключи от квартир жителям столицы вручил лично Аким Асет и Сикешев. Среди счастливых обладателей собственной жилплощади 146 льготников и работников бюджетной сферы. В эксплуатацию дом сдали по государственной программе Нурлежер. Новые квартиры, светлые и просторные, они стали хорошим подарком астанчанам в священный месяц Рамазан. Отмечу, в этом году в столице в рамках различных госпроектов планируют построить еще 6 молодежных жилых комплексов. Справить новоселье смогут больше тысяч молодых семей. Я очень рада этому событию и не скажу, что это свершилось за один день, за какой-то малый период. Мы издали этого долго. Хочу, чтобы таких программ было еще больше, чтобы у каждого казахстанца было свое собственное жилье. Сегодня в Астане пройдет масштабное спортивное событие. Это обкубка мира по триатлону. Своё участие подтвердили 130 атлетов из 38 стран. В столице собрались лучшие триатлонисты мирового рейтинга. Старт среди женщин начнется в 11 часов, у мужчин в 14.30. Во время велоэтапа, протяженность которого составляет 40 километров, частично будут перекрыты улицы города в районе триатлон-парка. На месте событий работает наш корреспондент Лариса Гречихина в ближайших выпусках новостей. В прямом эфире она расскажет подробности масштабной гонки. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин